Наш мир изобилует разнообразием форм жизни от самых простых существ до, собственно, человека. А теперь представьте себе мир, утопающий в смертоносных газах, иссушаемый аномальной жарой и разрушаемый фатальными спадами температур. Мир, на который падают астероиды, разрушаемые высокотемпературными ударными волнами. Планета-убийца, способная уничтожить 95% всех живущих на ней существ. Все это похоже на кошмар из научной фантастики, но это доказанный научный факт. Это наша планета. Планета Земля. В прошлом, вследствие массового вымирания, погибло больше видов, чем сейчас обитает на Земле. И когда-нибудь это случится вновь. С точки зрения науки, дело о планете Земля – вымирание человечества. 99% всех животных и растений, когда-либо существовавших на планете Земля, исчезли. Некоторые были вытеснены другими видами, но многие исчезли вследствие загадочных катаклизмов, истребивших живые существа во всем мире. Какие катастрофы могут произойти с человечеством в будущем? Мы выясняем причины случаев массового вымирания и ищем ответ на вопрос, есть ли у нас шансы выжить, если произойдет еще одна катастрофа. Когда организмы уже привыкли к условиям обитания, вдруг происходит случайное событие, уничтожающее многочисленные формы жизни. Мы видим, что Земля как никогда близка к утрате всех форм жизни. И если такое случится вновь, мы вполне можем стать одним из тех видов, которые исчезнут. Думаю, для людей это станет настоящим Армагеддоном, это станет концом нашего вида. Ученые называют эти катаклизмы случаями массового вымирания. В пяти отдельных случаях катастрофа разом уничтожила многие тысячи видов. Эти катаклизмы произошли миллионы лет назад, так зачем же нам сегодня волноваться? Ответ прост. Это может произойти снова. В действительности, возможно, процесс уже начался, и на этот раз виноватыми в нем можем быть мы. Вне всяких сомнений, сейчас мы переживаем шестое массовое вымирание. Мы создаем аналог природной катастрофы своими собственными руками. Сможем мы пережить очередной катаклизм? Ученые соединяют прошлые случаи вымирания. Что происходит во время катаклизма? Можно ли выжить в такой катастрофе? Возможно, подсказки из прошлого – самая реальная наша надежда на будущее. Наша первая остановка 65 миллионов лет тому назад. Это эпоха одних из самых удивительных существ, когда-либо живших на Земле. Эпоха динозавров. Они правили на планете более 160 миллионов лет, а потом вдруг вымерли. Почему? Исследователь динозавров Фил Керри пытается найти ответ. Парк провинции, канадский Бэдленд. Страна динозавров. Керри приехал сюда, чтобы отыскать ключи к разгадке тайны гибели одного из самых крупных и свирепых видов динозавров. Эти кости сохранили отчетливую форму и очень отчетливую структуру, благодаря чему мы можем определить, что это тираннозавр Рекс. По земле разбросан окаменелости. Это верхняя часть кости лапы. Она не намного больше кости моей ноги, так что это маленький тираннозавр Рекс. Рост взрослого особи мог быть в 4 раза больше моего роста, а вес мог доходить до 6 тонн. Тираннозавр Рекс был беспощадным хищником. Это была настоящая машина для убийств, доминировавшая в своей среде обитания 20 миллионов лет. А потом вдруг они вымерли. Что же произошло? Судя по окаменелостям, динозавры исчезли повсеместно и почти сразу. Какова бы ни была причина их гибели, она была значительной и смертельно опасной. Я принадлежу к числу тех, кто верит, что произошло какое-то действительно крупное и катастрофическое событие. Астроном Дэн Дердо – еще один ученый, увлеченный поисками. Дердо занимается изучением необычного слоя глины в городе Тринидад, штата Колорадо. В каменистой породе под этим слоем были обнаружены останки динозавров. Над ним их нет. Что-то их уничтожило. В этом слое глины содержатся вещества, несвойственные этой местности. В нем содержится металл под названием иридий, очень редко встречающийся в земной коре. Содержание иридия в этом слое более чем в 200 раз превышает норму содержания иридия. Причина появления его там кроется в кристаллах кварца, содержащихся в глине. Они разгроблены и сильно сжаты. В кристаллической структуре этих крошечных частиц видны деформации и изменения, доказывающие, что на них действовало огромное давление и температура. Какая сила может проделать такое с кварцем? Мы можем добиться этого лишь одним способом. Ядерным взрывом. Но динозавры вымерли за 65 миллионов лет до изобретения ядерной технологии. Какое природное явление могло набрать достаточную силу, чтобы разрушить кварц и произвести такое количество иридия? Наиболее правдоподобный ответ – астероид. Космос. 65 миллионов лет тому назад. Камень размером с гору. Диаметром более 9 километров. Весом примерно триллион тонн. Астероид летит навстречу Земле. Только представьте себе, что гора Эвереста летит на вас с неба со скоростью примерно 64 тысячи километров в час. Астероид обрушился на берег, известный теперь под названием полуостров Юкатан в Мексике. С силой в 2 миллиона раз превосходящей мощность самой большой ядерной бомбы, когда-либо взрывавшейся. От удара образовался кратер, примерно 160 километров в диаметре. Он положил начало смертельно опасной череде событий. Порыв ветра шел от места столкновения со скоростью примерно 1600 километров в час, уничтожая леса на несколько сотен километров в каждом направлении. Столкновение вызвало колоссальные землетрясения. Столб распыленной скальной породы поднялся в стратосферу. Отдельные частицы поднялись на высоту в несколько сотен километров, а затем осыпались назад на Землю. Высокотемпературная ударная волна распространилась со скоростью в два раза превышающей скорость звука, сжигая все на своем пути. Ударная волна, столб пламени и обломки, посыпавшиеся из кратера от столкновения, могли просто убить тернозавров Рекс, зажарить их, а потом похоронить. Температуры резко выросли. Обломки, раскалившие атмосферу до температуры печи для пиццы, истребили бы животных и растения даже на другой стороне планеты. Обломки от столкновения просвистели в воздухе над всеми уголками планеты. Некоторые добрались до города Тринидад в штате Колорадо. Этот тонкий белый слой глины – частицы Мексики, прибывшие в гости в Колорадо 65 миллионов лет назад. Это глобальная катастрофа. Последствия ее распространились из Мексики по всему миру. Пыль от столкновения поднялась в воздух, преградив путь солнечному свету. Температура резко упала. Растения и животные начали умирать от холода. Вдруг оказалось, что таким крупным хищникам, как тернозавр Рекс, нечего есть. Пищевая цепочка нарушилась. Хотя с момента столкновения прошло довольно много времени, начался массовый голод. Столкновение с астероидом навсегда изменило поверхность планеты Земля. Для тираннозавров Рекс это стало концом. Все динозавры вымерли. Что бы было, если бы такие динозавры, как тираннозавр Рекс, выжили? Мне кажется, динозавры бы продолжили эволюционировать, изменяться и улучшаться. И, возможно, они даже вытеснили бы нас. Возможно, они даже стали бы на нас охотиться. Грозит ли нам сегодня опасность? Кратер от метеорита, упавшего в Аризоне, и Тунгусский метеорит в Сибири, доказывают, что столкновения случаются. Сто лет назад удар уничтожил порядка 2070 квадратных километров лесов. По мнению ученых, шансы, что в следующем веке произойдет крупное столкновение, один к пяти тысячам. За историю существования Земли такие столкновения происходили очень редко. Но это не означает, что мы в полной безопасности. Событие такого масштаба может произойти уже завтра. Сможет ли человечество выжить? В основном, животные, пережившие эпоху вымирания динозавров, легко адаптировались к условиям. Это были падальщики, которые ели все, что было доступно. И некоторые птицы, живые потомки динозавров. Птицы могли летать и преодолевать огромные расстояния в поисках еды, необходимой для выживания. И, конечно же, они все еще могли найти партнеров для спаривания. Им удалось выжить. А смогли бы мы это сделать? Мы легко адаптируемся к условиям, но достаточно ли этого? Человек легко адаптируется к новым условиям. Мы можем летать в космос или спускаться на дно океана. Проблема заключается в следующем. Если мир, в котором нам нравится жить, полностью изменится, если все наши источники пищи исчезнут, мы можем выжить, но понравится ли нам жить в этом новом мире? Человечество, как вид, может найти новые способы для выживания. Но повезет лишь некоторым. Когда наши урожаи погибнут, многие люди будут голодать. К сожалению, я думаю, что столкновение такой силы станет настоящим Армагеддоном для людей. Оно положит конец нашему роду. Если такое случится, перспективы у нашего вида не слишком обнадеживающие. Глобальный катаклизм. Падение даже более мелкого астероида может закончиться катастрофой. Удар камня диаметром всего в 800 метров мог бы разрушить город или вызвать цунами. Это не должно случиться. Мы уникальные существа. Мы можем оказывать сопротивление. Ученые НАСА наблюдают за крупными астероидами, которые могут однажды упасть на Землю. Пока обходилось без происшествий. Что бы они стали делать, если бы обнаружили такие астероиды? Есть несколько возможностей. Можно их взорвать. Или пристыковаться к ним и изменить траекторию их движения. Или же, используя солнечную энергию, заставить их сменить курс. Эти идеи еще не опробованы, но ученые уверены в своих силах. Сдвинуть космическое тело размером почти в 10 километров непросто. Но при наличии времени это вполне возможно. Не все случаи вымирания так просты. 250 миллионов лет назад на Земле вымерло 95% всех живых существ. Удар был не из космоса, а, возможно, из глубоких недр Земли. Необратимый процесс, поставивший под угрозу само существование людей. В пяти отдельных случаях, произошедших на нашей планете в древности, катастрофа разом уничтожала миллионы видов живых существ. 65 миллионов лет назад от столкновения с астероидом погибло больше половины живых существ на планете, в том числе вымерли и динозавры. Но самый первый случай вымирания произошел 250 миллионов лет назад. В результате одного события погибло 95% всех видов живых существ. Разгадка тайны этой катастрофы кроется в Плато-Кару в Южной Африке. Сегодня это бесплодная и унылая местность. 300 миллионов лет назад в Пермский период эти покрытые густой растительностью заливные луга изобиловали разнообразием форм жизни. В Кару правили горгонопсиевые, рептилии, похожие на млекопитающих, которые появились задолго до динозавров. Это были убийцы, удачливые, безжалостные и в буквальном смысле хладнокровные. Тогда, 250 миллионов лет назад, все они исчезли. Что же произошло? Почему вымерли эти удачливые хищники? Эксперт по горгонопсиевым Роджер Смит объясняет, почему. Вне всякого сомнения, высшими хищниками позднепермского периода были горгонопсиевые. И, конечно, они были вооружены для убийства своими длинными саблевидными зубами, они убивали жертву. Это были саблезубые кошки позднепермского периода. Сегодня Кару – кладбище горгонопсиевых и рай для палеонтологов. В местных скалах кроются существенно важные ключи к разгадке тайны их уничтожения. Слои скальной породы образуют временную шкалу, предоставляющую древние прошлые земли. Изучая слой за слоем, Смит подходит к переломному моменту в конце геологического периода под названием Пермский период. Под этим слоем он обнаружил останки горгонопсиевых, над ним никаких останков нет. Это сине-зеленые аргелиты пермского периода олицетворяют покрытые буйной растительностью заливные луга. Множество животных, цветущих растений и многочисленные виды рептилий, похожих на омлекопитающих. Тогда началось вымирание, и 95% всех существовавших на Земле форм жизни исчезли. В пермский период погибли почти все виды животных и растений на планете. Над этим слоем мертвая зона, почти полностью лишенная форм жизни. Это одно из самых масштабных загадочных убийств всех времен. Геноцид невообразимого масштаба. В живых остался лишь каждый 20-й вид живых существ. Что могло вызвать такое невероятное истребление? Эта загадка занимала умы ученых более 100 лет. Но затем в 90-х произошел прорыв, но не в Африке, а в тысячах километров от нее, в Сибири. Под этой замерзшей пустыней ученые обнаружили сибирские траппы. Тысячи и тысячи квадратных километров лавы. Ни один обычный вулкан не способен произвести такое количество лавы. Вместо этого лава изливается из расщелин и изломов в земной коре. Это явление называется излияние базальтов. Тепловые импульсы огромной силы, исходящей от земной коры, образуют трещины. Геологи называют их мантийными струями. Горячая струя, поднимаясь и проходя сквозь мантию, расплавляет огромные глыбы камней, которые поднимаются под земной корой, словно гигантский гриб. Из-за огромного давления в земной коре образуются трещины, и поток лавы выливается. Ученый, занимающийся изучением природных катастроф Билл Магуайр, считает, что излияние базальтов – одна из самых мощных сил на планете. Излияние базальтов в Сибири – самое сильное извержение вулканических пород за последние полмиллиарда лет. История человечества не знала ничего подобного. Извержение траппов в Сибири продолжалось почти миллион лет, производя миллионы кубических километров лавы на глубине более полутора километров. Одним из самых крупных извержений вулкана, свидетелями которого были люди, где было извержение вулкана Кракотау в 1883 году. Извержение длилось меньше суток в результате него и слилось всего около 25 кубических километров лавы. И там погибло более 36 тысяч человек. К масштабу излияния сибирских траппов можно сравнить со 150 тысячами извержений вулкана Кракотау. Это удивительно. Возможно, это и есть то самое бесспорное доказательство. Могла ли лава стать причиной вымирания Пермского периода? Сибирские трапы в нужное время откачивали лаву. Сегодня ученые начинают понимать, как излияние базальтов в Сибири могло стать глобальным убийцей. Сибирь. 251 миллион лет тому назад. Земля трясется. Земная кора разрывается. Начинается самая крупная катастрофа, когда-либо происходившая на планете. Возможно, это был настоящий ад на Земле. Огромные трещины разрывали земную кору, из которой фонтанировала лава. Лава, температура которой была выше тысячи градусов, растекалась во всех направлениях, сжигая всех живых существ вокруг. Все животные, оказавшиеся слишком близко, сразу же погибли. Но ведь животные вымерли во всем мире. Что превращает излияние базальтов в пермский период из бедствия регионального масштаба в глобальный катаклизм? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в излияниях базальтов, которые были не такими масштабными и случились позднее. 1783 год. Лаки, Исландия. Из разверзшейся земли хлынули потоки лавы. Лава извергается почти целый год. Она покрывает территорию площадью около 800 квадратных километров. Все в непосредственной близости погибает. Но, как и в Сибири, последствия катастрофы распространяются дальше. Вскоре от них пострадала большая часть Северной Европы. В национальных лабораториях по изучению ледяного керна в Денвере, штате Колорадо, Джим Уайт исследует ледяной керн, добытый из толщи снега и льда, чтобы выяснить, что произошло с вулканом Лаки. Лед поглощает химические вещества из атмосферы и сохраняет их. Многие тысячелетия, что падает снег, слои льда накладываются друг на друга, образуя уникальные свидетельства изменений окружающей среды в ходе истории. Уайт использует эти слои древнего снега для изучения атмосферных условий прошлого. Измеряя удельную электропроводность слоя льда времен извержения вулкана Лаки, Уайт обнаружил существенное увеличение содержания атмосферной серы. Ученый пришел к выводу, что в результате извержения в атмосферу было выброшено огромное количество сернистого газа. Вы видите, что первое извержение Лаки было очень сильным. Давление серы здесь в 10 раз превышает фоновый уровень, наблюдавшийся здесь ранее. Ядовитая дымка распространяется по Северной Европе. Сернистый газ вступает в реакцию с водяным паром, содержащимся в атмосфере, образуя серную кислоту. Кислотные дожди уничтожают растения и разрушают почву. Только представьте себя на месте растения, которое поливает серная кислота. Вот что на самом деле произошло. И это только начало. Сера поднимается высоко в стратосферу, преграждая путь солнечному свету. Капли действуют, как крошечные осколки зеркала, отражая солнечный свет назад в космос. На территории всей Европы температуры стремительно падают. В результате излияния базальтов вулкана Лаки 122 миллиона тонн серы высвобождаются в атмосферу. Гибнут урожаи, всех начинает одолевать голод. 50% скота уничтожено, 25% населения Исландии погибло. Извержение Лаки помогает ученым объяснить, как излияние базальтов могло вызвать массовую гибель всего живого посредством токсичных газов. Но может ли газ в одиночку истребить почти все виды на Земле? По мнению Уайта, это возможно. Ведь газ, выделившийся при извержениях в Сибири, исчислялся триллионами тонн. То, что мы видели на экране, не идет ни в какое сравнение с тем, что вам предстоит увидеть. По сравнению с катастрофой в Сибири, произошедшей за 250 миллионов лет до этого, извержение Лаки было пустяком. Извержение Лаки, произошедшее на юго-востоке Исландии, затронуло сравнительно небольшую территорию, равную примерно третьей части Большого Лондона. Это было событие разрушающей силы. Что касается излияния базальтов в Сибири, то оно затронуло огромную территорию, почти всю центральную часть России. Территорию, равную по размерам Соединенным Штатам Америки. То есть объем сибирских излившихся базальтов примерно в 250 тысяч раз больше объема базальтов Лаки. Вот почему тогда было уничтожено почти 95% всех видов. Дело не только в масштабе этого излияния. Ведь, кроме того, оно длилось на миллион лет дольше. После воздействия серного газа наступил новый кризис. Появился новый газ, и климат снова изменился. Богатая плодородная земля превратилась в пустыню. Океаны стали ядом. Это была настоящая катастрофа, выжить в которой не удалось почти никому. 250 миллионов лет назад 95% всех видов на Земле исчезли. Это одно из самых загадочных убийств всех времен. Известно, что в результате излияния базальтов в Сибири в атмосферу высвободился серный газ, вызвав смертоносный кислотный дождь. Температуры резко упали, вызвав сильные заморозки. Растения и животные погибли. Но это было только начало. Вследствие, сибирские трапы выпустили на волю еще более беспощадного убийцу. Убийцу, положившего начало периоду сильной жары. Расплавленная скальная порода высвободила в атмосферу огромное количество другого газа, углекислого. Палеонтолог Питер Уорд считает, что в атмосферу попало в 6 раз больше углекислого газа, чем содержится в ней сейчас. Углекислый газ попадает в атмосферу, но не поднимается в космос, а укутывает планету, действуя как парник. Вот почему мы называем его парниковым газом. Он эффективно удерживает тепло. Солнечный свет проходит с одной стороны одеяла, но не может пройти назад. Он оказывается в ловушке, внутри. Одеяло из тепла согрело всю планету, и прятаться было негде. Извержение сибирских трапов не прекращалось, и углекислый газ продолжал накапливаться. Начался период сильной жары. На плато кору температура воздуха внезапно поднялась на 15 градусов. В результате произошла катастрофа. Если бы это происходило в течение миллиона лет, животные и растения бы приспособились. Но последствия оказались такими ужасными, потому что все произошло за очень короткий промежуток времени. По некоторым подсчетам, все произошло за 10 тысяч лет. Благодаря слоям скальной породы можно узнать точное время, когда резкий скачок температуры превратил эту богатую равнину в пустыню. Сине-серые аргелиты пермского периода представляют заливные луга, эпоху, когда уровень грунтовых вод был очень высоким, и повсюду была пышная растительность. Чем сильнее нагревалась земля, тем больше воды на планете испарялось. Реки пересохли. Скалистые породы, содержащие железо, которые обычно находились под водой, стали ржаво-красными от взаимодействия с кислородом в воздухе. Короче говоря, впервые на плато кору наступила засуха. Растения завяли и погибли. Травоядные животные начали голодать и вымирать. Когда стали исчезать травоядные животные, хищники, например, горганопсиевые, лишились своей пищи. И они тоже начали вымирать. Начался глобальный катаклизм. Земля начала умирать, но и в океанах жизнь стала небезопасной. Морские формы жизни тоже оказались под натиском. Геолог Пол Лигнелл нашел важнейшие ключи к разгадке тайны морского катаклизма во время своего путешествия в Гренландию в 90-х годах. Он обнаружил удивительные свидетельства массового вымирания. Выгнал установил, что вымирание морских видов в пермский период не было единичным событием. Оно происходило в несколько этапов. В самых древних камнях он нашел много останков. Очевидно, что тогда многие виды еще были живы. Спустя десятки тысячелетий количество видов сократилось, а потом они исчезли. Мы действительно потеряли практически все, что обитало в то время в океанах. Почти 95% видов погибло, и сегодня океаны кажутся почти необитаемыми. Что послужило причиной их гибели? Местные скальные породы раскрывают эту тайну. Возможно, животные задохнулись от нехватки кислорода. В осадочной породе мы обнаружили множество кристаллов этого минерала. Это перит. Его называют еще золотом дураков. Он не образуется в присутствии кислорода. Он не переносит кислород. Если кристаллы перита образовались в океане, значит, там не было большого количества кислорода. Как правило, кислород растворяется в морской воде на поверхности. Течение, циркулирующее между экватором и полюсами, потом уносит кислород с собой. На экваторе больше солнца, поэтому вода в море здесь теплее. Теплая вода течет по направлению к полюсам и за это время остывает и опускается, унося этот растворенный кислород на глубину. Насыщенная кислородом вода затем движется к экватору по дну океана. И цикл продолжается. 250 миллионов лет назад из-за сильнейших извержений вулкана в Сибири этот процесс нарушился. Тепло, которое высушило заливные луга, теперь нагревало океаны даже на южном и северном полюсах. Уверен, что температура в водах возле экватора достигла почти 38 градусов Цельсия. То есть температура воды стала комфортной для принятия ванны. Температура воды возле полюсов приблизилась к сегодняшней температуре воды у берегов Калифорнии. У полюсов не стало холодной воды, и система циркуляции в океанах вышла из строя. Кислород перестал смешиваться на глубине. Морские существа начали вымирать. Сначала суша, потом море. Излияние базальтов в Сибири оказало влияние на все, оставив океаны практически без признаков жизни. Однако, по мнению ученых, одно тепло не могло уничтожить 95% форм жизни на Земле. Чтобы найти этому объяснение, им нужны другие улики. Сейчас ученые считают, что в конце Пермского периода существовали идеальные условия для последнего убийцы, самого смертоносного из всех. Этот убийца и по сей день с нами. Для него нужно лишь болото. Этот отвратительный запах тухлых яиц появляется из-за бактерий, содержащихся в этих отложениях. Они производят очень токсичный газ, который называется сероводород, но он образуется лишь в условиях отсутствия или нехватки кислорода. В условиях нехватки кислорода в Пермский период эти бактерии не просто производят запах. В большом количестве производимые ими газы способны убивать. Если повсюду на Земле была нехватка кислорода, то это небольшое количество сероводорода должно было увеличиться во много раз и стать опасным для жизни на планете. Нам известно, что бактерии, производящие серу, процветали во время вымирания Пермского периода. Их многочисленные останки содержатся в скальной породе. Их присутствие предполагает, что в конце Пермского периода сам воздух был смертельно опасным. Здесь действовал новый механизм убийства, и, на мой взгляд, эти доказательства стали разгадкой тайны. Возможно, последний удар был нанесен серными газами. От него пострадали даже выносливые горгонопсиевые. Представьте, что наши несчастные горгонопсиевые оказались в условиях, когда моря обмельчали, перестало хватать кислорода, стало труднее найти пищу, а потом еще начал выделяться сероводород. Животные ослабли, их шансы на вымирание значительно выросли. Наконец наступил год, когда последняя несчастная самка искала самцов, которых уже не осталось. Ну или наоборот, а потом они вымерли. Глобальный катаклизм Однажды это уже случалось. Может ли это произойти снова и на этот раз с нами? В среднем базальты изливаются каждые 20 миллионов лет. По-настоящему крупные события, как, например, развержение сибирских трапов, реже, но все же случаются. В какой-то момент в будущем это произойдет снова. Мы не могли бы этому противостоять. Напуганные и пораженные, мы бы просто стояли в стороне. Это было бы гнетущее зрелище. Если произойдет самое страшное, человечество может не выжить. Излияние базальтов в Сибири было самым масштабным массовым вымиранием, когда-либо происходившим на планете. Если что-либо подобное случится вновь, мы можем оказаться одним из тех видов, которые исчезнут навсегда. В аспекте поддержания сложной цивилизации, это последнее, что пришло бы людям в голову. Выжили ли бы мы как вид? Лишь некоторые из видов, живших в пермский период, пережили вымирание. Те, кому это удалось, лучше других могли адаптироваться к новым условиям. У одних, например, у листозавров развелась длинная крепкая морда, которой удобно рубить те немногочисленные и выносливо устойчивые к засухе растения, которые еще сохранились. Другим животным удалось выжить под землей. Сможем ли мы выжить так же? Большинство ученых в этом не уверены. Мы не сможем жить под землей сотни, тысячи и миллионы лет. У нас нет нужной технологии, которая помогла бы нам справиться с такой задачей. Когда наступит критический момент, выживут лишь те люди, которые смогут лучше адаптироваться к жизни под землей и условиям нехватки кислорода. Они будут единственно выжившими. Выживут лишь наиболее приспособленные. Даже у лучших это может не получиться. Планета над этими немногочисленными, выносливыми обитателями пещер разрушится. На ней почти не останется растений и других форм жизни. Если на Землю обрушатся новые бедствия такого же масштаба, как излияние базальта в Сибири, наши шансы на выживание малы. Глобальный катаклизм – второй удар. Не все случаи массового вымирания вызваны астероидами или вулканической лавой. Иногда они происходят из-за внезапной ослепляющей вспышки света от взрывов звезд. Взрыв такой силы мог вызвать второй по масштабу катаклизм в истории Земли. И он может повториться. Мы высшие существа на Земле, но это не гарантирует нам выживание. Достаточно вернуться на 440 миллионов лет назад. Доминирующий вид – трилобит, существо, похожее на краба, господствовавшее в морях уже миллион лет. Сейчас они вымирают, а вместе с ними еще 70% живущих видов. Это второй по масштабу катаклизм в истории Земли – поздний ордовикский период. Тайные гибели выясняет палеонтолог Брюс Либерман. Если бы какой-то пришелец из космоса прилетел на Землю, он бы сказал, что жизнью здесь руководили трилобиты. Большинство из них, вероятно, питались падалью. Возможно, некоторые их виды были хищниками и охотились на животных вроде червяков. Первоначально ученые считали, что катаклизм был вызван глобальным ледниковым периодом. Были обнаружены свидетельства древних ледниковых отложений в пустыне Сахара. Но Либерман уверен, что ледниковый период не мог убить так много видов. В геологическом прошлом случались и другие оледенения, но они не вызывали массового вымирания такого масштаба, как то, что произошло в конце ордовикского периода. Так что считать это бесспорным доказательством нельзя. По стечению обстоятельств Либермана пригласили принять участие в дискуссии, организованной астробиологом Эдрианом Меллотом. Он хотел обсудить одну свою загадку. Меллот занимается изучением вспышек гамма-излучения самых мощных взрывов во Вселенной. Спутник SWIFT, запущенный НАСА в 2004 году, засекает в среднем одну вспышку гамма-излучения в день. Ученым неизвестно, что вызывает вспышки гамма-излучения, но им известно, что самая страшная и смертоносная для Земли вспышка произошла из-за взрыва гигантских звезд, которые называются сверхновыми. Небольшие осколки оказались бы на нашей стороне галактики, и лучи на них были бы направлены на нас. Если бы такое произошло, это было бы настоящим бедствием. Последствия его таковы, что невольно задумываешься о массовом вымирании. Меллот был уверен, что это уже случалось на Земле ранее, но он не знал точно когда. Он спросил у Либермана, было ли на Земле когда-нибудь массовое вымирание, которое соответствовало бы его идее. Если бы вспышка гамма-излучения произошла на достаточном расстоянии от нашей планеты, меня озарило. Профессор Либерман сказал, что мое описание похоже на вымирание ордовикского периода, и мы поняли, что у наших теорий есть точки соприкосновения. Двое ученых решили реконструировать события, которые произошли бы, если бы вспышка гамма-излучения произошла в эпоху трилобитов. Космос 440 миллионов лет тому назад. Сверхновая звезда взрывается. Она находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли, в смертельно опасной близости от нашей планеты. Поток гамма-излучения от вспышки направляется к нашей планете. Первый страдает атмосфера. Гамма-лучи изменяют химический состав самого воздуха. Огромный поток энергии разрывает молекулы азота и кислорода, накрывая Землю смогом, в состав которого входит смертоносный диоксид азота. Тот самый опасный джин в бутылке – это диоксид азота. Он обычно присутствует в атмосфере, но в малых количествах. Если бы я открыл эту бутылку, мы бы все задохнулись. Вследствие вспышки гамма-излучения, содержание этого вещества в атмосфере Земли должно было увеличиться. Смог преградил путь солнечному свету и вызвал резкий спад температуры. Возможно, он даже спровоцировал наступление ледникового периода. Но он мог оказать и еще более разрушительное действие. Исходная вспышка гамма-излучений, растущие облако из закиси азота, уничтожают озоновый слой. Тот самый слой, который защищает Землю от смертельно опасного ультрафиолетового излучения. Многие растения и животные погибли бы, было бы массовое вымирание. Само Солнце становится агентом смерти. Количество воздействовавшего на Землю ультрафиолетового излучения в пять раз превосходило норму. Излучение поразило и растения и животных, разрушив ДНК. Смог действует как сида. Он пропускает ультрафиолетовый свет с короткой длиной волны так же, как сида пропускает муку. И преграждает путь свету с большей длиной волны, которая обеспечивает нас теплом. Можно продемонстрировать это на примере сахара, который, в отличие от муки, не проходит сквозь сида. Без солнечного тепла температура опускается до опасно низкой отметки. Одна вспышка гамма-излучения длиной всего в несколько секунд могла вызвать ледниковый период и нарушить структуру ДНК почти всех живых существ на Земле. Это было то самое открытие, к которому шел Либерман. На самом деле, это один из двух ударов, которые могли вызвать это массовое вымирание. Ультрафиолетовое излучение может проникать сквозь воду, но лишь на определенные расстояния. Чем глубже в океане обитало животное, тем больше у него было шансов выжить. Такое открытие сделал Либерман. Детеныши отдельных видов трилобитов держались рядом со своими семьями на океанском дне. Этим ребятам повезло. Они не знали, что приближается массовое вымирание, и они были защищены от ультрафиолетового излучения. Детеныши других животных подплывали близко к поверхности. И от этого они становились уязвимыми к воздействию вспышки гамма-излучения. Усиление интенсивности ультрафиолетового излучения означало бы, что шансы детенышей и молодых особей выжить очень малы. Наконец, Либерман нашел возможного подозреваемого в деле о вымирании трилобитов. Обнаружить причину катастрофы было волнующим. Тайна бедствия, в результате которого погибло 70% всех форм жизни в океане, была разгадана. Глобальный катаклизм. Так каковы шансы на то, что мы канем в лету вслед за трилобитами? Нам кажется, что рядом с нами нет звезды, которая могла бы причинить нам вред. Пока. Но если произойдет вспышка, мы окажемся в беде. Скорость гамма-лучей равна скорости света. Это самое быстрое явление в природе. Предупреждений не будет. Первым знаком была бы ослепляющая вспышка света. Если в этот момент посмотреть на небо, можно ослепнуть. Удар длился бы несколько секунд. За несколько часов облако смога поглотило бы планету. Непосредственной опасностью были бы солнечные ожоги и рак кожи. Затем бы разрушилась структура ДНК. По расчетам Эдриана Меллота, прошли бы годы, прежде чем можно было бы без опаски выходить на улицу. Даже спустя 4 года уровень повреждений ДНК по-прежнему выше, чем до вспышки. Потребуется 10 лет, чтобы он вернулся в норму. Люди могут выжить, если не будут выходить на улицу, но растения и дикие животные будут уничтожены. Миллиарды людей умерли бы от голода, ведь большинство растений и животных бы погибло. По моему мнению, люди бы выжили. Но еды хватило бы лишь примерно 5-10% людей, населяющих сегодня планету. Это было бы полномасштабное общемировое бедствие. И мы бы ничего не смогли сделать. В результате вспышки гамма-излучения также возникает электромагнитный импульс, который сжег бы все, что питается от электричества. Вся наша инфраструктура была бы разрушена. Многие из нас вновь оказались бы в 19 веке. Эта катастрофа длилась бы меньше, чем излияние базальтов. Она бы не стала тем армагеддоном, который произошел от столкновения с астероидом. Вспышка гамма-излучения оказывала бы на нас воздействие, наверное, около десятилетия. Погибли бы и миллиарды людей, но мы все равно смогли бы пережить эту катастрофу. Вспышки гамма-излучения происходят очень редко, случаи массового вымирания еще реже. Так значит, мы в безопасности? Отнюдь. Ученые утверждают, что прямо сейчас мы находимся в процессе массового вымирания. В последние 440 миллионов лет на планете Земля произошло 5 основных случаев массового вымирания и несколько событий более мелкого масштаба. Вместе они уничтожили огромное количество существ, когда-либо живших на Земле. Самое неприятное, что ученые обнаружили – закономерность, но не в причинах случаев вымирания, а во времени. Они происходят примерно каждые 62 миллиона лет. Астробиолог Эдриан Меллотт считает, что причина кроется не на Земле, а в космосе. Я думаю об этом много лет. И такой итог для меня мучитель. Ведь цикл, длиной в 62 миллиона лет, кажется настоящей галактикой. Меллотт объединил свои усилия со своим коллегой, астрофизиком Михаилом Медведевым. У них есть новый подозреваемый в деле о случаях массового вымирания. То, как мы движемся в космосе. Наша галактика движется в космосе со скоростью более 200 километров в секунду. Сталкиваясь с газовым облаком, она создает сильную ударную волну, словно самолет, преодолевающий звуковой барьер. Точно так же галактика движется в газе в космическом пространстве, создавая вокруг себя ударную волну. Эти ударные волны ускоряют атомы заряженного газа, создавая космические лучи высокой интенсивности. Эти лучи способны вызвать рак и различного рода мутации. Это интенсивное, смертельно опасное излучение затем воздействует на нашу галактику и впоследствии на Землю. Обычно наша галактика и наша планета защищены от космических лучей магнитным полем галактики. Но наша солнечная система движется вверх и вниз по галактике. Когда мы глубоко внутри, мы защищены. Когда мы поднимаемся от толстого центрального диска, мы подвергаемся опасности. Представьте себе дайвер на глубине в океане, куда не проникает солнечный свет. Поднимаясь к поверхности, он все больше подвержен действию света. Когда солнечная система и планеты приближаются к поверхности галактики, они словно приближаются к поверхности воды, то есть они становятся более уязвимыми. По подсчетам Медведева, такой момент повышенной уязвимости наступает каждые 62-64 миллиона лет. Вот тогда начинается вымирание. Лишь одно событие выпадает из закономерности — столкновение с астероидом, которое привело к вымиранию динозавров. Если галактическая теория верна, значит ли это, что теории об излиянии базальтов и вспышках гамма-излучения неверны? По мнению Меллотта, это не так. Он утверждает, что космические лучи периодически ослабляют жизнь на Земле. Когда происходят другие катастрофы, шансов выжить у организмов меньше. Если выстрелить человека, больного гриппом, у него гораздо меньше шансов выжить. В соответствии с теорией, Земля вновь заболеет гриппом через 10 миллионов лет. Но будут ли люди все еще жить на Земле, когда это произойдет? Или мы уже уничтожим наш мир к этому времени? Во время первого вымирания Пермского периода извержение вулкана вызвали цепную реакцию. Углекислый газ наводнил атмосферу. Температура воздуха увеличилась на 15 градусов. Беда унесла жизни 95% всех видов на Земле. Вам кажется это знакомым? Так и есть. За последнее столетие мы увеличили количество углекислого газа в атмосфере более чем в два раза. И оно продолжает расти. Мы сами можем стать виновниками очередной катастрофы. История как будто нас предупреждает. Уровень углекислого газа уже достигал критической отметки в прошлом. Тогда все закончилось плохо. Если мы не будем осторожны, это снова произойдет. Меня беспокоит, что мы пошли по кривой дорожке. Если существует вероятность, что мы на пути к массовому вымиранию, из-за того, что мы сами делаем с климатом, мы должны приложить максимум усилий, чтобы это прекратить. Сегодня никто не знает, приведут ли изменения в климате, вызванные человеком, к глобальному катаклизму. Но мы можем сделать жизнь такой же трудной, как во время вымирания Пермского периода. Наш мир может стать необитаемым. Наше выживание зависит только от удачи. За одной опасностью кроется другая. Если мы выживем, несмотря на падение астероидов, вспышки гамма-излучения и результаты нашего собственного успеха, в конце концов Солнце сделает жизнь на Земле невыносимой. Оно увеличится в размерах и растопит поверхность нашей планеты. Люди смогут выжить только если переедут. После этого миллиарда лет спустя Вселенная может разорваться и наступит конец всему. Не будет ни жизни, ни чего-либо еще. Однажды закончится все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова